В семье Тамары Левченко пасху принято выпекать собственноручно. Фирменный рецепт кулича достался ей от матери. И хотя с тестом приходится повозиться, получившиеся куличи того стоят, уверяет Тамара. Мука, сахар, молоко, дрожжи, масло, маргарин, сметана, сахар, сахар ванильный. Еще беру цукаты имбиря, изюм, кумкваты. Для того, чтобы еще была пасха вкусная, надо вложить туда свое настроение, свою душу. Тесто подходит несколько часов, а затем раскладывается в форму и отправляется в разогретую духовку примерно на полчаса. В зависимости от вкусовых предпочтений, говорит хозяйка, можно добавить миндаль, корицу, шафран или кумкваты. Правда, стоимость одного такого кулича обойдется не меньше 20 гривен. Примерно столько же стоит и покупной, вот только с домашним он не сравнится, уверяет Тамара. Впрочем, выпекать кулич самостоятельно или купить уже готовый, каждая хозяйка решает, руководствуясь семейным бюджетом. От размера последнего будет зависеть и объем так называемой пасхальной корзины. На харьковских рынках отмечают, за последнюю неделю потребительский спрос действительно увеличился, несмотря на тот факт, что большинство реализуемой продукции немного прибавило в цене. Хорошо идет молочка, сливочное масло на стол и в тесто, молоко и сыр средних расценок от 70 до 90 гривен. Яйца и вовсе берут сразу по 5-60, уверяет Татьяна. Цены разные от 8 гривен до 15 гривен за 10 штук, в зависимости от сорта и поставщика. Конечно увеличился, потому что идет пасхи, потому что идет по категории, есть высшая категория, СВ высшая категория, это 14-15, идет нулевочка, 13-14, маленькая идет единичка, 10-8-9. Неплохо берут и домашнюю колбасу от 90 гривен, и зельц по 65, пользуются популярностью и наборой на холодец. Вырос и спрос на сало, не скрывают продавцы, которое, несмотря на праздники, немного подешевело. Мука, изюм, орехи и цветная присыпка идут вообще на расхлад. Конечно, лучше стали брать, народ ходит, берет, все у всех как бы праздник. Что берут? Берут в основном изюм для пасхи и цупа теперь. Все пекут пасхи, все, как видно, хорошие хозяйки. В супермаркетах цены несколько разнятся с рынками. Главный ингредиент для изготовления куличей – муку здесь можно приобрести от 7 гривен за килограмм, молоко от 10, изюм от 19 гривен за 200-граммовую упаковку. Пользуется спросом еще один обязательный пасхальный атрибут – красное вино. Послам сотрудников магазина быстрее всего уходит Когор одесского производства по 30 гривен за бутылку и Херсонский инкерман за 36 и 39 гривен. Из колбасных изделий чаще всего берут салями и сервелат от 120 и 150 гривен за палку соответственно. Главный символ торжества – пасхальный кулич в магазинах стартует от 8 гривен за вес в 140 грамм. Но в основном, говорят продавцы, берут по несколько штук 250-граммовых по 13 гривен. За полкилограммовое изделие придется выложить порядка 23 гривен. Однако, если говорить о выторге в целом, то в прошлогодние праздничные дни он был гораздо лучше, утверждают в администрации. Сами же харьковчане признаются, на пасхальную корзину в этом году намерены потратить не больше 500 гривен. Колбаска, пасха, яички, рыбка. Ну и так и все, приблизительно. Ну где-то рублей 500. Что касается состава, то он стандартный. Как правило, это пасочка симпатичная и вкусная, заранее опробованная. Затем это, скорее всего, кусочек сала копченого, буженина. Яйца обязательно крашеные, и я предпочитаю так, чтобы были покрашены луком, а не чем-то иным. Верен Мода, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. Субтитры создавал DimaTorzok